Привет, друзья! Сегодня я беседую с Николаем Ломаченковым. Коль, привет! Да! Расскажи немножко о себе. Родился в Смоленске в 62-м году. Прошлого тысячелетия, имеется в виду. 1962 год. С ножами познакомился, собственно, у дедушки. Дедушке ножи дарил его сын, мой дядька по матери. И тогда они меня, собственно, и очаровали, потому что это было что-то вроде маятника, который показывают гипнотизеры. А вот этот вот блеск ножа, это было что-то особенное. Видно тогда и попал. Свой первый собственный нож сделал лет в 14 или 15 в гараже у папеньки из старенького, ржавого, здоровенного штанги по циркуля. Вот такого выпиливал его напильником. Долго. Но как-то справился. Вот так появился первый нож. Потом, не знаю, не скажу, что меня это сильно захватил. Второй сделал лет в 16 с костяной рукояткой. И были, знаете, такие наборы для выжигания и в то же время для гравировки по металлу. Это детские наборы. Они были в свободной продаже. Я там что-то рисовал. Какие-то деревца, каких-то конников. Не помню. Но что-то такое интересное. И это был первый мой нож полированный с костяной рукояткой. Очень небольшой. И я его подарил, помню, своей первой любви. Да, так и было, между прочим. Вот. Потом тоже что-то делал. Но эти вещи я не помню. Потом армия. Потом завод. И когда на заводе я познакомился с металлом профессионально, вот тут меня зацепило капитально. В 86 году переехал в Минск. Продолжал работать по специальности. Но уже абсолютно на новом уровне. Почему на новом? Потому что познакомился с группой ребят, которые занимались рукопашкой, восточники. У них были свои нужды. И я постепенно, занимаясь с ними, начал для них что-то делать. Чисто учебные вещи какие-то для тренинга и так далее. Потом перешел к глиномеру. Вижу, понятно, это была имитация какой-то японщины, китайщины. Но тем не менее, этому я получил свой опыт в этом деле. И когда прикладные вещи перестали быть интересны, невозможно же бесконечно повторять себя. Я сделал свой первый складной нож, наверное, году в 90-м или в 91-м. Замогу лайнер. Ну, когда приобрел первый опыт, понял, что я могу делать что-то другое. Кроме лайнера. Ну, вот тут и понесло. Николай, расскажи, как у тебя появляются идеи? Идеи появляются поразительно просто. Я представляю себе, как должен открываться, как должен закрываться нож. Конечно же, каким-то нетрадиционным способом. Потому что традиционные они уже не интересны. И когда я себе представляю движение руки, которое должно быть, от руки идёт механика. От руки идёт движение. От движения идёт схема. На схему, соответственно, вешается весь дизайн. Вот примерно так. Это всё и происходит. Способов движения руки при открывании и закрывании ножа может быть сколько? Десять? Триста? Шестьсот? Столько же может быть и схем реализации конкретного изделия. Вот. И поскольку схемы эти достаточно сложные, времени на них тратится очень много. Как на обдумывание, так и на реализацию. Но, скажем так, есть уверенность, что в ближайшие несколько лет мне удастся всё-таки заниматься тем, чем я хочу. Благодаря Марии. Вот. Которая вкладывает в это и душу, и сердце, и любовь. Она любит ножи так же, как и я. Может быть больше, но по-своему. Вот. Где-то так, ребята. Спасибо. Спасибо, Николай, за интервью. Мы ещё будем беседовать и рассказывать вам о наших проектах. Спасибо. 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 Спасибо.